15 мая стартовал благотворительный велопробег украинцы в Европе. Участники планируют за 4 месяца преодолеть 10 тысяч километров и посетить 16 европейских стран. Велосипедисты выехали из Львова и уже добрались до польской столицы. Больше расскажет Константин Самчук, организатор велопробега. Константин, доброе утро. Поздравляем вас с такой уже первой точкой в вашем пробеге. Какие города успели уже посетить и какие впечатления? Добрый ранок. Мы уже проехали где-то около 400 километров. Проехали Замость, Люблин, Гавролин и уже находимся в Варшаве. Вчера ехали маленьким велопробегом по самому Варшаве. Доеднулся до нас навіть Дещиця Андрій Богданович. Тобто, едемо, все по плану, все добре. А какие планы у вас дальше? Мы сказали, что 16 европейских стран, ну вот можете не все перечислять, но вот крупнейшие, например, или те страны, на которых вам было бы интереснее всего оказаться, озвучили бы. Доброго ранку, родная Украина. Я Олександр Чупринюк, учасник этого велопробега. Так, мы приедемо 16 країн Европы. Деякі из них можем перераховать. Это Польша, Чехия, Немеччина, Голландия, Бельгия, Франция, Испания, Италия и другие страны. Ну, больше всего хотелось бы побачить ту же Францию, побывайте на чемпионате Европы с футболом, который стартует совсем скоро. Мы будем 12 червня в Париже, как раз будет матч збирной, зі збирной Немеччины. И будем болевать за наших хлопцев. Тому плану у нас много. Мы приглашаем всех, кто хочет вернуться к нашему веломарафону. Следуйте за нами в мереже Facebook. Подписывайтесь на наш канал велопробег Украинцев в Европе. Следуйте за нами. Ваша поддержка для нас надзвичайно важлива. Мы в последний день вкрутили на велосипедах 180 км, заехали в Варшаву. Нас встретили поляки и наша диаспора. Надзвичайно тепло. И мы уверены, что наша подальшая подорожь будет надзвичайно интересной и полезной не только для нас, а и для Украины, как государства. Разумеется, мы в очередной раз нашу поддержку вам выражаем. Не знаю, желают ли велосипедистам ни гвоздя, ни жезла. В общем, хороших вам дорог. Европейских дорог, неукраинских дорог до конца. И будем, я думаю, с вами еще связываться по ходу вашего маршрута. Константин Самчук и его товарищ, приятель, который с велопробегом отправился, и Александр Чупринюк представился в нашем эфире, отправились в велопробег. С ними нам удалось пообщаться, всем украинцам, которые хотят побывать на Евро, во Франции, и, например, не могут тебе позволить перелет. Вот, пожалуйста, способ, велосипед, да, Катюш, можно, в принципе, и так добраться до Парижа и посмотреть и поболеть за национальную сборную Украины.